Невозможно уловить тот момент, когда ты начнёшь приближаться к прелюбодеянию. Этот момент не очевиден, на него невозможно указать и сказать «О, вот так всё и начинается». Никто не может это сделать. Лишь внутри себя вы можете ощущать тягу к этому. Единственные, кто может сказать об этом, это ты сам, ведь это ты ощущаешь тягу к этому. Твоё окружение не в состоянии заметить тот момент, когда ты начинаешь приближаться к прелюбодеянию, а единственный момент, когда они могут заметить, что ты делаешь что-то неправильное, это когда уже слишком поздно, когда ты впал в этот грех. Понимаете, когда зло уже случилось, когда катастрофа уже произошла, тогда уже все понимают, что произошло что-то плохое, но до этого момента только лишь ты один знаешь правду, и лишь ты имеешь осознание того, что тебя заносит в плохом направлении. Прелюбодеяние может начаться с чего-то невинного. Это что-то невинное, к примеру, просто разговор, просто улыбка, просто слова «салям алейкум алейкум ассалям», вроде бы ничего страшного. В определенный момент молодые люди начинают испытывать себя на прочность, чтобы понять, чего они стоят, на что они способны, смогут ли они получить то внимание, на которое рассчитывают. Молодой человек начинает невинный разговор с девушкой. Это может быть одноклассница, девушка, которая сидит в соседнем ряду в классе. Скажи, у тебя есть вчерашнее домашнее задание? «Да». «Вау, у тебя такой красивый почерк?» «Красивый почерк. Хороший подкат». «Спасибо. А ведь ты посещаешь те же занятия, что и я?» Он задает этот вопрос, хотя и так знает ответ на него. «Ты ведь посещаешь те же занятия, что и я?» «Да». Вот так потихоньку все и начинается. И он думает, ну, на сегодня хватит, завтра я придумаю что-то еще. У меня план на 4 месяца вперед. То есть начинается все невинно. Если кто-то спросит, что ты делаешь, он скажет, а что, я просто спросил про домашнее задание, я не сделал ничего плохого. А если спросить девушку, что ты делаешь, она скажет, я просто поделилась домашним заданием, я не сделала ничего плохого. Он сказал, что у меня красивый почерк, вот и все. В этом ничего такого, это все совершенно невинно. Со стороны никто не сможет обвинить молодого человека в том, что он сделал что-то злое или порочное. Это невозможно доказать. Но затем ты осознаешь, что где-то внутри тебя зародилось какое-то чувство. Об этом никто не знает, кроме тебя. И это чувство притяжения, побуждения к прелюбодеянию. Да, это оно, то самое чувство внутри. Поначалу оно кажется невинным, слегка волнующим. Оно создает милое и приятное ощущение внутри тебя. У тебя слегка покалывающие ощущения. А потом ты начинаешь искать эту девушку. Ты уставился и смотришь на нее, порой даже не осознавая, что ты делаешь. Потом ты ищешь ее страничку в соцсетях или где-то еще. Ты пишешь ей, эй, не знал, что это твой аккаунт. Я думал, что тут никто не сидит. Удивительно. Ты пишешь ей комменты, ставишь лайки. Казалось бы, все пока невинно. Время от времени делаешь ей небольшие комплименты, оставляешь смайлики. Потом вы уже обменялись телефонами. Списались в WhatsApp или в Telegram. И вы все ближе к тому событию. Оно начинается постепенно. Шаг за шагом. Капля за каплей. Ты не осознаешь пропасть, в которую скатываешься. Как и она не осознает пропасть, в которую скатывается она. Вот так и происходит все. Начинается с пустяка и заканчивается трагедией. Это ужасно. Люди заканчивают очень и очень плохо. И все будет не так, как ты думаешь. Никогда. Ты думаешь, что все будет как в кино. Ты будешь с этой девушкой навсегда. Романтика и все такое. А потом ты понимаешь все. И говоришь ей. Я совершил ужасную ошибку. Не желаю иметь с тобой ничего общего. Не хочу больше слышать ее имя. Ненавижу ее. А все почему. То приятное чувство прошло. Единственное, что притягивало тебя к ней тогда. Это ваши бушующие гормоны. Вот и все. Особенно в отношении молодых ребят. Это просто гормоны. Это не настоящие чувства. Вы знаете, как Всевышний описывает брак. Он описывает мужчин словом «мухсенин». Это от слова «ихсан». Это когда людей доставляют в военную крепость. То есть у мужчины должно быть намерение жениться на женщине. То есть у мужчины должно быть намерение жениться на женщине. И когда он женится на ней, то это подобно тому, что он доставляет ее в крепость. И он будет охранять и защищать ее от всего плохого. Редактор субтитров А.Семкин